Девушки отдыхают В Югре завершился пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубе губернатора Югры. Как снять сказку? Выбрать актеров на главные роли. Мастер-класс от гостя 17-го международного кинофестиваля «Дух огня» режиссера, актера из Чехии Вит Караса. У вас очень крутые вопросы. Они лучше, чем у профессиональных журналистов. Спортсменов и болельщиков приглашаем на чемпионат мира по бильярдному спорту. Новости короткой строкой и многое другое. Фестиваль «Язык душа народа», посвященный Международному дню родного языка, состоялся в столице Югры. У нас в гостях участники фестиваля Раиса Мартыновна Гаврильчик и две замечательные девочки. Раиса Мартыновна, представьте их нам, пожалуйста. Раиса Мартыновна, расскажите, как проходил фестиваль и почему вы принимали в нем участие? Сам фестиваль включает в себя два конкурса. Это конкурс детских рисунков и творческий конкурс, в котором ребята в национальных костюмах исполняли стихи, песни, исполняли танцы своих народов, которых они представляли. Было отрадно то, что в этом фестивале приняли участие очень много детей из разных школ нашего города. Культуру какого народа вы представляли на фестивале? Мы представляли, конечно же, культуру коренных народов нашего округа Ханты и Манси. Раиса Мартыновна, вы несколько лет были ведущей программы Югорика, которая популяризирует языки коренных народов Севера. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы сохранить языки и культуру коренных народов? Самое важное, конечно же, это задача родителей. Они должны передать традиции, обычаи, культуру своим детям. Очень отрадно, что в нашем городе есть детский этнокультурно-образовательный центр, где дети не только коренной национальности Ханты и Манси, дети разных национальностей с интересом изучают культуру народов Ханты и Манси. Хоть я и национальности полурусская, полуказачка, потому что у меня мама русская, а папа казак. Я изучаю мансийский язык, и мне очень нравится. Лиза, а вот как ты изучаешь этот язык? В песнях, в стихах, в сказках, либо в диалоге. А давайте мы сейчас попробуем с помощью игры научиться счету до пяти. Цифра 1 будет Аква. Складываем палочки вот так. Составляем букву А. Аква. Цифра номер 2 будет Китис. Палочки вот так. Цифра 3 на Мансийском языке будет Хурум. Значит, составляем палочки вот так. Цифра 4 будет Нила. Составляем палочки вот так. Составляем букву Н. А цифра Н может превратиться в цифру 4. А цифра 5 будет АТ. Составляем палочки вот так. А теперь повторите сами. Аква. Аква. Киты. Киты. Хурум. Хурум. Нила. Нила. АТ. АТ. Сака Йомас. Очень хорошо. Таня, а ты попробуй сосчитать на мансийском языке до пяти. Аква. Киты. Хурум. Нила. АТ. Йомас. Очень здорово, что вот с помощью игр, танцев, стихов можно изучать родные языки. Мы с удовольствием всех приглашаем в детский этнокультурно-образовательный центр. Спасибо вам за участие в нашей программе. Надеемся, еще не раз встретимся с вами на нашей телевизионной площадке. Это Твое ТВ, и мы продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илона, а ты знаешь, что такое серный внедорожник? Нет. И даже не догадываешься? Нет. Это нарты, запряженные оленями. Точно. А для тех, кто в этом сомневается, репортаж нашего спецкора. А-а-а! 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 Прокатиться на оленю в пряжке, попробовать национальную кухню, оценить чум, посмотреть гонки на охотничьих лыжах. Это и многое другое смогли увидеть гости и жители города Ханты-Мансийска. Мы здесь присутствуем на конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов. Это не спортивное соревнование, это именно конкурс, где оленеводы, кто связан с традиционным образом жизни, показывают свои навыки, соревнуюсь друг с другом. Но здесь еще и учитываются те показатели, которые они достигли в течение года на своих столбищах, на своих лыневодческих фирмах. Я в этом году тоже захотелась в этот хитинг. Мне очень понравилось, очень здорово. Каю! 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 С этого года мы приняли решение, что будет ежегодно проводиться это мероприятие, потому что оно проводилось один раз в два года. Мы решили, что каждый год для того, чтобы сохранить некоторые традиции, чтобы было привыкание, потому что в этом году уже, мы видим, гораздо больше приехало семей и семей с детьми именно со столбищ. Мы жители таежной зоны. Оленеводство у нас является побочным. Основное это рыболовство и охота. А оленеводство это помощь. И показать именно, что различия есть в таежной зоне, кто живет в тундровой зоне. И показать свою культуру, пропагандировать. Изюминка нашего чума и вообще казыма это то, что у нас очень добрые, творческие люди и трудолюбивые люди. И мы сегодня привезли сюда самых лучших оленеводов. По нашему округу сейчас осталось очень мало оленей. И наши оленеводы сохраняют свое поголовье. И мы хотим это все передать в наследство нашему подрастающему поколению. Как получить главную роль? Как создать волшебный мир и сделать его таким, чтобы зритель поверил, что он действительно существует? Секреты кино от гостя 17-го международного кинофестиваля «Дух огня» режиссера, актера из Чехии, Витт Кареса. Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» состоялся уже 17-й раз. А вот детские фильмы в конкурсе принимали участие впервые. Для программы «Твое кино» отобрали 9 картин со всего мира. Кстати, многие мэтры начинали свой путь в большое кино именно с фильмов для подростков. Просим обозорность. Все так вот, что они кузовные телечки. Одним из фильмов конкурсантов стала волшебная рождественская история о любви «Третье желание». После его просмотра наши инкоры пообщались с режиссером этого фильма из Чехии. Почему вы решили, что снимать кино – это ваше? В детстве, увидев фильм о фильме, я понял, что это длительный процесс, в котором творят волшебство, создают иную реальность. И уже тогда я решил тоже стать волшебником. У вас очень крутые вопросы. Они лучше, чем у профессиональных журналистов. Я только прошу, чтобы вы остались такими же, потому что мыслите в правильном направлении. Я им хотел рассказать о том, как снимается кино, но не обычным способом, а чтобы они имели какое-то представление, какой-то пример. Первая мысль, когда я начала во все вникать, это то, что вот приду домой, начну смотреть фильмы, и фильмы я буду смотреть на них не как зритель, а как режиссер, как актер, и понимать, как это вообще все происходило. Я думаю, что, может, это был очень полезный опыт для нас, для всех. Я также думаю, что все эти секреты, они действительно очень важны. Я, на самом деле, я даже когда смотрела фильм, я не думала, что вот через героя, допустим, все это можно прочувствовать. Я думаю, что для журналистов это тоже очень полезно, чтобы, скажем так, сделать материал более интересным, чтобы, ну, как заворожить зрителя, если так можно выразиться. Очаровать, зачаровать. Илона, а ты когда-нибудь играла в бильярд? Нет, но хотела бы попробовать. А вот нашему спецкору посчастливилось поиграть в эту игру, да не где-нибудь, а на чемпионате мира. Бильярд – очень старинная игра. Ее придумал в 1469 году мастер Андрей Довинибон. Она требует большой внимательности и точного расчета. Я не играл в эту игру, но хочу проверить свои силы. Точно в цель. Основные правила игры – первым забить 8 шаров. Нужно кием попасть по наклейкой по шару. Этот шар должен попасть в другой шар. Сам залететь в лузу или забить другой. Если этого не произошло, то в игру вступает соперник. Турнир у нас проводится уже не первый раз. Принимает участие 24 страны, 107 участников. Три основные игры – пирамиды свободные, пирамиды динамичные, пирамиды комбинированные, в которых мы сейчас проводим чемпионат мира. Я считаю, что бильярд может играть в любом возрасте. Начиная, у меня были ученики даже 4-х лет, 5-ти лет. И до 70-80. Категорически нельзя делать такие удары наклонным кием. Когда шар вылетает за стол – это штраф. Соперник снимает со стола любой шар, сам играет или отдает вам ход. Самым сложным – это правильно держать ки, это первое. И прямолинейные движения делать кием. Если у вас нет прямолинейных движений, вы не попадаете по своему шару. И, кстати, забывают некоторые мелить наклейку мелом. Поэтому, если они попадают в центр шара, попадают чуть-чуть левее, чуть правее, то получается кикс. Бильярд – это игра, в которую стоит научиться играть. Я уже знаю азы и продолжу в ней совершенствоваться. Вы тоже попробуйте, и вам обязательно понравится. Дмитрий Таланов. Специально для программы «Твое ТВ». Андрей, заглянем в соцсети. Какие новости постят нам ребята? Лицеисты Сургута рассказали об акции «Сделано заботой». Первоклассники 1-го Р-класса вместе с родителями смастерили кормушки и дали старт акции «Покормите птиц зимой». Волонтеры эко-отряда «Совята» присоединились к ребятам и тоже подкармливают пернатых. И снова к спортивным новостям. С нами на связи Нягонь. Югорчане – победители финала Кубка России по спортивному туризму. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Челябинской, Свердловской и Вологодской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Марий-Эл. Так держать, ребята. Живой диалог. 100 вопросов героя. Ученики солнечной школы номер 1 Сургутского района встретились с легендарными героями. Игорем Радобольским, полковником военно-воздушных сил, участником афганской войны. Валерием Бурковым, героем России. Монахом Киприаном, полковником, героем Советского Союза, участником афганской войны. До глубины души тронули ребят истории их сражений и подвигов. Встретились с героями и ребята из поселка Федоровский, сельского поселения Русскинская и Лянтора. Такими были эти дни. Ты тоже можешь стать нашим спецкором. Попробуй, все получится. Становись частью нашей дружной ТВ-команды. Впереди много интересных событий. Расскажи о них. Твикни нам. Это Твое ТВ. С вами были Илона Слепова и Андрей Орлов. Пока!